здравствуйте сейчас я покажу как я рисую у горы боба роса с эти горы я начинала занятие мастихином вопрос рисует как бы своеобразными мастихинами это у меня самодельный вариант но мы с вами занимаемся на обычных мастихинах такими мастихинами он не рисовал на тот момент когда он снимал свои уроки их просто наверное не было в производстве мы как бы его занятие повторим уже современными инструментами я взяла два мастихина и их буду применять в работе перед началом мы должны с вами изготовить фиолетовую краску в основном горы он рисует фиолетовыми тонами для этого я взяла синий фц и красный кармин вы можете взять для занятий любые синие тона и любые красные и теперь мы эти два тона должны смешать получается насыщенный фиолетовый цвет чтобы проверить какой получился цвет сейчас он для нас просто черный мы его не видим я беру небольшое количество белил и на этих белилах проверяю вот у меня получился почти синий цвет значит мне не хватает красного оттенка вы можете изготавливать и проверять интенсивность фиолетового или его красоту на белилах это уже в других произведениях когда вы там например будете рисовать сирень там очень важно это разбил здесь в этой картине это не очень важно почему потому что как бы на эту темную часть будет просто наноситься сверху белые вот у нас получилось такой фиолетовый для меня он симпатичный я его оставляю не забывайте что мастерин после каждого действия мы должны хорошо протереть вот эта часть лопаточка должна быть очень чистая потому что иначе она внесет грязь вашу картину также мне нужно будет для теней можно взять ультрамарин синий и белила титановые это я буду делать свет и тень на горочках вот я возьму ультрамарин и белила титановые и белила титановые перед тем как начинать рисовать он свои картины все покрывает белилами титановыми и хорошо их растушевывает это у него такой не знаю как это называется там по-научному ну в общем вся его картина скрыто белилами после этого он начинает рисовать горы вы можете себе выбрать любой вариант хоры здесь в данном случае нам нужно только вот это яркая темная часть горы стараемся чтобы края проведенные были как можно тут ну поровнее не сильно прерывистая дальше он вот так растушевывает эту красочку по холсту где внизу тут получается наименьшая краска тонкий слой верх будет толстый а низ потоньше вот как у меня получилось после этого большой кистью он распределяет краску по склону в разные стороны он ее как бы разглаживает она уже получается более ровная вот эти вот края будут более светлые видите вот сам кончик он становится вот здесь вот по низу более светлее как бы красочку в эту сторону растягиваем так теперь представляешь что здесь более световая часть картины то есть свет падает отсюда во эту часть горы мы все прокрашиваем белым белыми титановыми белилами вот так нужно их немножко растереть и потом взять вот так на кромочку видите титановые белила вот получается такая кромочка и теперь этот спуск мы делаем таким слегка касаемся такими прерывистыми движениями так это будет световая часть теперь опять я вот так разглаживаю и беру немножко немножко беру и могу например еще вот здесь сделать где-то чуть подальше стараемся аккуратненько так прикасаться чтобы она так ложилась очень рваненько рваненько видите это световая часть теперь мы делаем теневую часть теневая часть теневая часть у нас будет смешанная ультрамарин с белилами тоже так разглаженная и берем на кромочку и представляем если например у нас здесь углубление то мы можем сделать теневую по направлению к нам так и также можем сделать теневую с этой части разглаживаем чтобы у нее был такой рваненький как бы такое не одинаковые ровные края а вот они немножко были все-таки такие рваненькие и если мы видим что где-то получился такой более стройный ряд то можно немножко и с исправлять вносить сюда разные тона то есть поиграть этими горками где-то они будут в тени где-то будут беленькие получается очень красиво видите если такая у вас будет гора вдали то она будет смотреться очень хорошо если вы присмотритесь то можно положить и вот здесь теневые такие подложить у вас будет красиво видите как бы это будет горка состоит с нескольких частей но это уже фантазия а сам принцип нанесения то есть он наносит светлое с одной стороны темное с другой после этого нужно растушевать низ низ растушевывается самим вот здесь кончиком вы понимаете все равно что это бумага тут не добьешься такого эффекта как на холсте но принцип будет понятен и дальше вот так по направлению к горе растушевку мы более-менее кладем и теперь если мы решили нарисовать повторную гору то есть рядышком еще одну например вот здесь такую нужно вытирать мастихин после использования вот я не вытерла видите уже внесла другой цвет но ничего страшного сейчас все исправим теперь вот следующего яруса гора опять же мы должны кистью создать ей рельеф то есть она будет спуск иметь сюда и сюда и например какой мы тут хотим ей задать форму можно задать двойную и вы примерно кисточкой себе уже ее отмечаете уже кисточкой показано движение видите вот я вам сейчас так поблескиваю чтобы вы видели движение кистью и вы показываете движение самой вот этой горы и следующее тоже самое белое белое мы вот так красочку белую сначала приглаживаем потом делаем себе сгружаем сгружаем ее и так же начинаем рисовать как бы камешки световые видите как они получаются вот она красочка сгружается по мере сгружения вот на картинку она такой создает неповторимый рельеф также я сюда добавляю ультрамарин смешиваю делаю ультрамарин и вот этой краской ее должно быть здесь достаточно но не очень много я ею провожу эту сторону я сделаю более гладкую ее здесь если мне нужно что-то добавить я добавляю ну в основном получается с первого раза очень красиво иногда и не стоит вмешиваться туда с добавками видите я поддерживаю все тоже отношение света здесь могу еще одну гору сделать я делаю ее опять темным эту гору надо было тоже растушевать по низу вот так прежде чем рисовать следующую вот так он делает а потом навстречу горе то есть он как бы краску собирает туда на бумаге получается все это смешно но вы принцип все равно поймете следующая гора у меня рисуется модули модели моделируем гору так как нам нравится растягиваем максимально краску к низу если я например хочу ее вытянуть я ее вытягиваю это получится уже более приближенная к нам видите я ее опустила теперь я должна кистью эту гору разгладить сделать ей такие покатые склоны и красочка она разместится аккуратненько по всей горе которая мастихином положилась такими пластиками видите вот если вы сейчас смотрите как получается вот поблескиваю я вам структурой полосок вы можете видеть что эти полоски направлены сюда эти сюда также я беру опять белый цвет вот такое количество белого цвета у меня на брата здесь можно сделать поменьше видите я как бы прислоняю ее такими движениями слегка-слегка мне потому что очень нравится когда такая структура такая рваненькая получается снег с такими перепадами с камнями теперь я опять делаю белый цвет смешиваю с ультрамарином и начинаю прокладывать теневую сторону вы прикасаетесь мастихином но так нежно чтобы вы касались только той красочкой которая находится на мастихине не самим мастихином если я сейчас начну им шкрябать вот так шкрябать нет вы должны касаться только краской только вот красочкой которая на мастихине находится получается очень красиво видите теперь мы должны растушевать нижний слой делается это кистью вот так вы бьете соединяя нижнюю краску которая там будет белила титановые и край горы так вы затушевываете их две эти краски потом вы их вот так растягиваете и по направлению к горе по направлению раскрашиваете вот так затушевываете вот так затушевываете она как бы и белую подтягивает и совмещает ее с нижним слоем и так рисуя эти горы мы можем сделать себе такой вывод что мы как в танце рисуем раз два три раз два три то есть сначала мы накрашиваем темным гору это будет первое у нас после этого второе мы растушевываем эту гору кистью по направлению движения скал камней этой горы мы как бы ее моделируем это будет два номер три номер три мы делаем световую часть горы вот световую часть горы номер три это была световая часть горы номер четыре теневая часть горы 3 номер 4 теневая часть горы так и номер 5 мы внизу растушевываем кистью эту гору сначала объем ее кончиком кисти кончиком бьем вот этим вот так видите как получается медленно если она ложится в разные стороны и соединять две краски то есть белую который изначально вы вскрыли всю картину и уже цветную сейчас дальше растушевываем тоже так по кругу не просто так а тоже по кругу от горы и делаем растушевку вверх горы и вот так по горизонтали и опять вверх и по горизонтали получается у вас такой прекрасный прекрасный туман внизу у меня конечно подложки нет ну примерно вот туман я вам покажу вот у нас получается 5 стадий за которые мы нарисуем горы боба роза боба роза вот у нас получается 5 стадий то есть 1 2 3 4 5 и мы с вами нарисовали гору горы рисуется очень красиво но смотрится великолепно а на этом я с вами прощаюсь до свидания до скорых встреч в следующий раз и и и и и и и и и